Следуя по местам, которые связаны с императором Николаем II и его семьей, я продолжаю свое путешествие по Москве. Как Николай II не любил русскую столицу, пребывание здесь приносило ему не только радостные, но и скорбные моменты. Здесь ему пришлось пережить и потрясение от внезапной народной трагедии в дни коронации. Отсюда он получил известие о страшной гибели своего дяди, московского генерал-губернатора. И чтобы наше впечатление от царской Москвы было полным, мы в нашем путешествии постараемся оживить эти разные, порой непростые и горькие воспоминания. В этой серии вы побываете на печально известном Ходынском поле и в Марфо-Мариинской обители, узнаете, почему Новоспасский монастырь особенно почитался русскими царями, и увидите удивительный портрет Николая II из собрания Третьяковки. Вообще Ходынское поле, или как его еще называют, Ходынка – знаковая территория на карте Москвы. На протяжении веков эти земли использовались по-разному. Здесь находились пашни, затем армейские казармы и ипподромы. В 1882 году в павильонах на Ходынке проводилась Всероссийская художественно-промышленная выставка. А в 1910-м открыли первые столицы аэродром. После войны здесь началась активная городская застройка. Ходынское поле связано с жизнью Николая II трагическим образом. Печально, что события того дня планировались как праздник, народное торжество и ликование, а превратились во внезапное горе. Коронация молодого императора воспринималась как важнейшее событие для империи. Тысячи людей со всей России съезжались в Москву, чтобы принять участие в многодневных торжествах. Собрались огромные толпы, более полумиллиона человек. Ждали раздачи царского подарка, различных лакомств и сладостей, а еще памятной коронационной кружки с гербом и вензелями их величества. Специально для этого построили палатки, огражденные, чтобы сдерживать людские толпы рвами и траншеями. Они были выкопаны здесь давно, еще для учений войск московского гарнизона. Вплоть до шести утра все было спокойно. Но после вдруг разнесся слух, подарков на всех не хватит. И началось. Владимир Михайлович, ну вот глядя на такую красоту сегодня, сложно представить, что тогда могла развернуться такая трагедия. Почему такое произошло? Вот можно сказать, я сейчас вот залену в свой карман, что вот из-за этой кружки все и произошло. Сделали вот 400 тысяч подарков, не заделали вот все эти траншеи, окопы на самом поле. То есть вот министерство императорского двора подготовилось, но не стопроцентно. О том, что случилось дальше, император Николай II написал в своем дневнике горькие слова. Толпа, ночевавшая на Ходынском поле в ожидании начала раздачи обеда и кружки, наперла на постройки, и тут произошла давка. Причем, ужасно прибавить, потоптано около 1300 человек. Я узнал об этом в 10 с половиной часов. Отвратительное впечатление осталось от этого известия. Ну вот что случилось, то случилось. Вины Николая II я тут не вижу, и Сергея Александровича тоже. Но полиция и министерство императорского двора, которые это все организовывали, конечно, несут ответственность. После этого оберполицмейстер Москвы был уволен. Министр императорского двора граф Воронцов Дашков был уволен. После коронации по церемониалу у императорской четы были запланированы два балла в австро-венгерском и французском посольствах. В самой Франции был большой праздник. Сократили рабочий день, детям отменили занятия в школах, по всему Парижу были развешены российские флаги. Николай II долго думал, посещать ли мероприятия в посольствах, ведь многие советовали ему этого не делать сразу после давки на Ходынском поле. Но Россия так нуждалась в союзниках. И императорская чета появилась на вечере у посла Франции. Они открыли бал, только один танец. По воспоминаниям очевидцев, в глазах Александры Федоровны стояли слезы. Я знаю, что помимо этой кружки еще осталось одно свидетельство той трагедии. Это памятник жертвам, который находится на Ваганьковском кладбище. Поедем посмотрим. Хорошо буду посмотреть. Сегодня для этого мы лишь немного перемещаемся в пределах Москвы. Кладбище расположено в Пресненском районе столицы. А в те времена оно находилось за чертой города. Владимир Михайлович, получается, что это одно из старейших кладбищ Москвы, основанное в 18 веке. Да, это 1771 год. И хоронили здесь погибших во время эпидемии чумы. Вот здесь, над холмом братской могилы, был установлен памятник жертвам давки на Хадынском поле по проекту архитектора Илариона Александровича Иванова Шитца. Но далеко не все погибшие в тот страшный день нашли свое упокоение здесь. Кто-то умер по дороге домой, кто-то в больнице. Императорская семья пожертвовала в пользу пострадавших 80 тысяч рублей, а также разослала тысячу бутылок Мадеры. И было все-таки еще немало раненых. Они были в московских больницах. К ним приезжал на следующий день в несколько больниц Николай II, супруга его приезжала. Была оказана помощь, то есть по тысяче рублей на семью. Это большие тогда деньги. 30 рублей была зарплата рабочего, а 60 стоила корова. Это так? Деньги действительно ощутимые, но ведь это же были живые люди, и их нет. До сих пор все шло, слава Богу, как по маслу. А сегодня случился большой грех. Напишет после император в своем дневнике, который он вел почти четыре десятка лет. Так же грехом, но именно своим грехом, назовет случившийся простой русский люд. Жажда наживы взяла вверх, и праздник, посвященный особому событию, коронации нового императора, светлому дню, был безоговорочно испорчен. И люди осознавали это, и даже просили прощения у Николая II. А как думаете, какое духовное значение эта трагедия имела для страны, для народа? Ну, она свидетельствует, конечно, о том, что все не очень-то в порядке в нашем королевстве. Вот, и в смысле организации, и в смысле вот духовного состояния народных масс, которые ринулись. Ну, полмиллиона пришло, а то и больше. Ну, будем надеяться, что такая трагедия больше никогда не повторится. Да упокоит Господь погребенных здесь, и да не будет подобного. Я направляюсь в Новоспасский монастырь, место, которое на протяжении веков особенно почиталось русскими царями. Николай II бывал здесь несколько раз, всегда по радостным и торжественным поводам. Но все же сегодня обитель напоминает нам об ужасном и трагичном эпизоде с жизнью царской семьи. Монастырь, поначалу названный Спаским в честь нашего Спасителя, был самой первой иноческой обителью Москвы. Его несколько раз переносили с места на место, пока он не обосновался вот тут, за Таганкой, на Крутицком холме, почти на самом берегу Москвы-реки. При этом последнем переезде он стал именоваться Новоспаским. При Иване Грозном монастырь превратился в могучую крепость и не один раз защищал столицу от нападения татар. А в 1612 году у стен монастыря дружина князя Пожарского готовилась к решающей битве с поляками. Но не только поэтому он был дорог русским государям. Батюшка Елисей, здравствуйте. Привет, сын Настя, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, почему Новоспаский монастырь был таким особым местом для русских царей? Ну, во-первых, потому что свое основание Новоспаский монастырь берет еще с начала XIV века. Тогда Иван Калита, по благословению святителя Петра Московского, решил построить каменный храм в самом Кремле. Но так получилось, что в XV веке, когда Иван III взял в себе в жены Софью палеолог, начал перестраивать Кремль. И так сложилось, что Спасскому монастырю не было места. И вот он решил переместить именно сюда, на Крутицкий холм, как тогда он назывался. И поэтому получилась такая духовная связь с Кремлем у Новоспасского монастыря. И, конечно же, впоследствии Иван III заложил здесь каменный собор в честь преображения Господня. Под собором, уже начиная с конца XV века, стал формироваться Некрополь, куда были захоронены многие члены княжеского рода, в том числе, конечно же, и Романовы. Николай II неоднократно бывал в монастыре. Первый раз в 1900, потом в 1903 и позже в 1913 году, год празднования 300-летия дома Романовых. В честь знаменательной даты император решил объехать все места, связанные с его именем. Он побывал и в Ярославле, и в Костроме, но завершил свою поездку именно здесь, в Новоспасском монастыре на могиле предков, где была отслужена лития. Вот сейчас мы с вами проходим усыпальницу дома Романовых, которая находится на территории Новоспасского монастыря. И здесь, наверное, одна из самых первых могил, которая была помещена в этой усыпальнице, является родоначальником рода Романовых. Роман Юрьевич Захарин, он был боярином тогда у великого князя и очень доверенным лицом был великого князя. Батюшка Елисея, я знаю, что здесь есть останки Сергея Александровича, тоже члены царской семьи. Да, действительно, для Новоспасской обители очень почетно, что здесь захоронили останки Сергея Александровича, который трагически погиб в Кремле от рук террориста Ивана Коляева. Карета великого князя следовала по территории Кремля, от Николаевского дворца в сторону Никольской башни. Прогремел взрыв. Князя буквально разорвало на части, кучер был ранен и позднее в больнице умер. От кареты почти ничего не осталось. В это время Елизавета Федоровна ходилась в Кремле, и она очень быстро появилась на месте трагедии. И вот она собственными руками все, что могла собрать от Сергея Александровича, она это сделала, как уже описывают историки, сложила все это в большую плату. Страшно даже подумать, что пришлось пережить Елизавете Федоровне. Но она нашла в себе силы, чтобы посетить умиравшего от смертельных ран кучера, великого князя, и утешить его. Кроме того, она отправилась в тюрьму к убийце мужа. Как говорят, хотела посмотреть ему в глаза, а еще передала прощение от имени Сергея Александровича и оставила Евангелие и небольшой иконы. Тяжелое впечатление эта внезапная гибель произвела и на императора. Всего лишь месяц назад он принимал дядю Сергея, как он его называл, в царском селе. И вот неожиданное известие из Москвы. Ужасное злодеяние. Напишет Николай в своем дневнике. На месте гибели был установлен крест. Крест сначала был установлен обычный, деревянный. И инициаторами установления того креста стали солдаты. Ведь Сергей Александрович не только был генерал-губернатором, он еще и управлял московским гарнизоном. Простой народ, проходя мимо места трагедии, бросал деньги кто сколько мог. И вот уже очень скоро собралась внушительная сумма. Узнав об этом, люди предложили заменить деревянный крест на более основательный, фундаментальный, желая сохранить долгую память о великом князе Сергея Александровича Романове. Мы можем пройти и поклониться этому кресту? Да, конечно, безусловно, мы можем пройти и посмотреть, более детально рассмотреть особенности изображения на кресте. Елизавета Федоровна народную идею поддержала. В 1908 году на территории Кремля на месте гибели великого князя был установлен крест. Из всех эскизов памятника Елизавета Федоровна выбрала работу Виктора Михайловича Воснецова. По стечению обстоятельств именно он в свое время оформлял и храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, возведенный на месте смертельного покушения в 1881 году на императора Александра II, чьим пятым сыном и являлся великий князь Сергей Александрович. Тот первый крест в Кремле, правда, позже, в 1918 году, был снесен якобы собственноручно Владимиром Лениным и восстановлен лишь в 2017 году. А этот появился на территории Новоспасского монастыря в 1998-м, после того, как сюда перенесли останки. Вот Спаситель, сам изображен на этом кресте, вот как-то по-особенному передается вот эта явная скорбь, такая, наверное, грядущего, то, что должно было еще только случиться. И внизу автор поместил такие слова из Священного Писания «Отче, отпусти им, не ведают, что творят». Это очень знаменательные слова как раз для сути происходящего в тот период. После похорон мужа Елизавета Федоровна оставила светскую жизнь и целиком посвятила себя делам милосердия, помогала и бедным, и сиротам, и всем страждущим. И я собираюсь посетить место, где мне все расскажут об этом. Батюшка, спасибо большое за такой интересный рассказ о Новоспасском монастыре. Благословите. Вы имеете свои 70-е годы. Я подхожу к Марфо-Маринской обители, любимому детищу и главному делу жизни старшей сестры императрицы, великой княгинь Елизаветы Федоровны. После страшной смерти супруга великого князя Сергея Александровича она приобрела обширную усадьбу на Большой Ордынке, где в 1909 году ослухала обитель милосердия. Здравствуйте, рада вас приветствовать в доме музея великой княгини Елизаветы Федоровны. Вы как раз сейчас поднимались по исторической лестнице. Это парадный вход в ее дом, по которому проходила и царская семья, которая посещала ее здесь. Я предлагаю нам пройти с вами в приемную, в кабинет, где великая княгиня встречала Николая Второго. Пройдемте. Все здесь воссознано по фотографиям того времени, потому что, конечно, после закрытия обители в советское время здесь были утрачены интерьеры. И сейчас мы можем воссоздать эту обстановку, как здесь сидела Великая Матушка, как тогда уже называли Елизаветы Федоровны, белый ангел Москвы. И здесь она принимала гостей и Николая Второго, и членов королевских семей Европы, и известных деятелей культуры, искусства, меценатов того времени. Неоднократно в Марфо-Мариинской обители бывали художники Воснецов и Нестеров, читали стихи поэты Клюев и Есенин. По свидетельствам современников, искреннее творчество крестьянских поэтов княгине понравилось, и она по окончании вечера долго беседовала с ними. В другой же раз подарила обоим по экземпляру Евангелия. А из покоев сохранилась только эта комната или еще? А воссозданно по фотографиям был этот кабинет и также ее личная молильня, в которой она молилась с первыми сестрами обители. Также по фотографиям, поэтому мы с вами сможем пройти, там же помолиться, посмотрите. Пойдемте. Анастасия, а как часто приезжала сюда царская семья? Что здесь происходило? Николай II бывал четыре раза в обители, и все приезды были приурочены каким-то важным датам или важным событиям историческим. Например, в 1912 году было открытие памятника его отцу около храма Христа Спасителя. Николай II приезжал, например, с дочерьми, сохранились чудесные фотографии, которые впечатлили вот эту торжественную процессию, как они по саду проходились. Часто приезжала в обитель и Александра Федоровна, родная сестра Елизаветы Федоровны. Они вместе пили чай, много говорили. Императрица всегда старалась помогать сестре в ее благом деле и охотно жертвовала средства на поддержание Марфа Мариинской обители. А сейчас мы с вами пройдем в личную молельню Елизаветы Федоровны. Анастасия, это ведь не был монастырь. Чем же жила обитель тогда? Действительно, это был такой инновационный центр милосердия. Специально был написан устав, в котором прописывалось, кто мог стать сестрами обители. Были возрастные ограничения. Принимали женщин от 21 года до 40 лет. Это было обусловно тем, что сестры несли вот это деятельное служение, требовалось силы физической. Вначале сестры были испытуемыми. Они давали обеты на послушание на определенный период времени, по истечении которого не запрещалось вернуться в мир и даже создать семью. Все относились с пониманием. Но был и другой путь. Если в ходе испытательного периода девушки укреплялись желанием служить Богу и ближнему своему, то их посвящали в крестовые сестры обители. И тогда они меняли свое облачение и надевали кипарисовый крест на атласной шелковой ленте. Сама Елизавета Федоровна, кем была в обители? Она стала духовным лицом. И она не принимала монашеского пострига. У нее было особое облачение настоятельницы, особый апостольник. И, что интересно, это облачение она продумала вместе с художником Михаилом Нестеровым. И Елизавета Федоровна, конечно, была включена во все процессы. И остались воспоминания сестер, что она даже помогала и в больнице, на перевязках, ассистировала на операции, была включена в эту работу. Так же жили и сестры. Несли послушание и в больнице, и в амбулатории, и в аптеке, и в воскресной школе. Пели на клиросе и работали в творческой мастерской, вышивая чудесные изделия, которые после отправлялись на продажу. А вырученные деньги шли на содержание обители и финансирование ее проектов. Ходили сестры и на хитров рынок, не боясь страшных историй этого места Москвы, чтобы деятельно помогать страждущим и нуждающимся, как это было прописано в уставе обители. Анастасия, вот мы были внутри, видели воссозданные интерьеры, а сами здания, они сохранились вот в первоначальном виде, как были задуманы, Елизавета Федоровна. Дом, в котором она жила, в котором мы с вами были, остался от предыдущего хозяина, и мы видим его сейчас, наслаждаемся этим. И зеленый корпус. Во времена Елизаветы Федоровны там располагалась больница. Если дальше вы посмотрите, еще такое салатовое здание на углу, там была аптека на первом этаже, была амбулатория, сейчас там социальный проект, реабилитационный центр для детей с ДЦП. Как раз прослеживая историю этих зданий, мы видим, как продолжаются вот эти традиции Елизаветы Федоровны, помощь ближнему, помощь нуждающимся. Порядка восьми социальных проектов действуют в обиде. Господи, как же хорошо! И удивительно, что это место сохранилось в наши дни. Это портрет, который известен под названием «Портрет Николая II в серой тужурке». Еще не приблизилась русско-японская и тем более Первая мировая война. И не грянули кровавые русские революции, сметая и строй, и династию. А на серовском портрете молодой царь уже словно предвидит страшные испытания, которые предстоят ему, его семье и стране. Портрет лишен торжественности и размаха. Николай изображен в повседневной военной форме, в его позе и взгляде простота и какая-то затаенная печаль. Есть одна легенда, связанная с этой картиной. Серова заказали парадный портрет императора в форме шотландского полка. Царь приходил на сеансы в тужурке, переодевался и принимал официальный вид. Серова его работа не нравилась, и он решил отказаться о дальнейшей проработке, сказав об этом царю. Царь расстроился, сел за стол и положил на него руки. И тут серов увидел то, чего ему так долго не хватало. Вот так появился единственный портрет императора человека, простого человека. Серов, который писал несколько портретов Николая II и в дальнейшем даже стал его резким критиком, но в 1900-м художник находился под обаянием императора, особенно ценя его интеллигентность и умение держаться просто и в то же время с огромным достоинством. Портрет был предназначен для подарка императрицы. Серов в том же году сделал с него копию, и именно эта авторская копия сейчас хранится в Третьяковской галерее. А тот первый портрет, подаренный Александре Федоровне, висел в ее рабочем кабинете. И в 1917 году матросы, штурмовавшие Зимний дворец, выкололи штыками на нем глаза. Страшно и символично. Знаете, мне кажется, что у императора как будто слезы на глазах. Действительно трогательный портрет. Мой путь по царским местам приводит к сильным и пронзительным контрастам. К этому невозможно привыкнуть. Одни и те же места напоминают о триумфе, о ликовании и о беде, о скорби. В истории последней царской семьи это, наверное, неизбежно. Ведь это история тех, кто с высоты слепительного величия и могущества был низвергнут самым жестоким образом, чтобы вновь вознестись и просиять уже в ином, духовном смысле. Мне предстоит еще многое узнавать на этом пути. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok